Итак, давайте рассмотрим подготовку к игре. Первым шагом подготовки к игре, естественно, будет разложить поле, расставить колоды, расставить соответствующие колоды, локации, контактов в иных мирах, карт мифа и карт сыщиков. Далее, после того, как мы распределили все по колодам, мы берем улики, возьмем такую охапочку, и будем ставить по улике в каждую локацию, которая считается нестабильной. Нестабильными являются локации с красным ромбиком, локации с зеленым ромбиком являются стабильными. В чем разница между стабильными и нестабильными локациями? В стабильных локациях не появляются монстры, и в стабильных локациях не открываются врата. Но монстры могут заходить в том числе и в стабильные локации. Давайте расставим все 11 начальных улик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, то есть семь, восемь, девять, десять и последнее, одиннадцатое. После того, как мы разложили все последствия с соответствующим колодом, расставили улики, мы выбираем, кто у нас будет первым игроком из людей, которые участвуют в игре. Из людей, которые участвуют в игре. После того, как мы выбрали первого игрока, каждый игрок выбирает себе посыщику. Сыщиков можно выбрать с определенной договоренностью или можно выбрать случайно. Вот давайте скажем, что мы выбрали для начала вот этих двух сыщиков. Дженни Барнс, дилетантку, и Майкла Маглена, гангстера. Далее, после того, как мы выбрали сыщиков, мы выбираем древнего. Давайте скажем, что мы выбрали такого древнего, как Иг. Иг является одним из самых легких для победы древних. И он также пробуждается быстрее всего. Про пробуждение я расскажу в отдельном видео. После того, как мы выбрали сыщиков, выбрали древнего, расставили карты, мы должны раздать сыщикам их фиксированное имущество. Вот смотрите, видите. Здесь написано стартовая локация, Home, Fixed Possession, это фиксированное имущество и Random Possession. Давайте посмотрим, что же получает в начале Дженни Барнс. Дженни получает 10 долларов. Берем 10 долларов. Мы можем взять одну по 10, либо две по 5, либо любые комбинации вот этих вот жетончиков картонных. Давайте возьмем просто 10 долларов. Мы дали Дженни 10 долларов. Теперь переходим к Майклу. И Майкл получает в начале 8 долларов. Берем Майклу и даем 8 долларов. Вот они. И Майкл получает две обычные вещи. Динамит и Tommy Gun. Берем колоду обычных вещей. Это колода с пистолетиком. И начинаем искать эти две вещи. Динамит и Tommy Gun. Ищем, 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 ищем. Вот и динамит и Tommy Gun оказались вместе. Так, после того, как мы раздали, после того, как мы раздали стартовое имущество, из-за того, что во время раздачи этого имущества мы могли выбирать определенные карты из колод карт сыщиков, то есть обычных вещей, уникальных вещей, заклинаний, союзников или навыков, мы должны все эти соответствующие колоды хорошенько перемешать. Так как мы выбирали только из колод обычных вещей, перемешаем только ее. Все остальные колоды у нас уже были перемешаны заранее. Далее, после того, как мы перемешали все колоды, сыщики тоже продолжают получать имущество. Но на этот раз случайные. Random Possessions. Давайте начнем с Дженни Барнс. Дженни получает две обычных вещи. Если мы получаем случайное имущество из какой-то определенной колоды, мы берем соответствующую колоду и берем верхние карты. В нашем случае мы берем две верхних карты. Дженни получает фонарь. Так, стойте. Это она получить не может, это из дополнения. И пистолет 45-го калибра автоматически. Далее, из колоды уникальных вещей Дженни получает одну уникальную вещь. Давайте посмотрим, что же получит Дженни. Дженни получает культ гулей. Так, что же еще осталось? Дженни также получает одно заклинание и один навык. Берем соответствующие колоды. Вот у нас заклинание. Вот навыки. И вытягиваем из колоды заклинание. Дженни получает излечение. И из колоды навыков Дженни получает навык скорости. Плюс один к скорости. Все соответствующие колоды обычных вещей, уникальных заклинаний и навыков мы рассмотрим в отдельном видео. Чтобы не удлинять без необходимости это. Так, а теперь переходим к случайному имуществу Майкла Маглена. Майкл получает одну обычную вещь и один навык. Так, берем колоду обычных вещей. Берем колоду навыков и... А, пардон, не обычных вещей, а уникальных. Запутался. Спасибо оператору. Так, вытягиваем одну уникальную вещь. И это оказывается голубой смотритель пирамиды. Видно, обычных смотрителей не было, остались только голубые. И также мы вытягиваем одну карту. Это плюс один к изворотливости. И на этом раздача случайного имущества сыщикам заканчивается. Переходим к следующему этапу. А следующий этап это у нас завершение подготовки листов сыщиков. Мы раздали им имущество, случайное и фиксированное. Что же мы должны сделать дальше? А дальше мы расставим начальные показатели навыков. Начнем с Дженни Барнс. Мы должны выбрать любую позицию для каждого из трех ползунков, начальную. Так как в начале игры нам придется очень много передвигаться, я всегда ставлю максимальное значение скорости в начале. Также, в зависимости, много ли у этого сыщика рассудка, чего больше, рассудка или здоровье. И смотря какое у него оружие, я уже смотрю, что куда поставить. В значении бой или воля. То есть, смотрите. Если мы ставим значение боя выше, у нас будет меньшее значение воли. Ставим большее значение воли, будет меньшее значение боя. И нам надо как бы предугадать. Учитывая то, что у Дженни хорошая воля, и у нее больше рассудка, чем здоровье, мы ставим на максимальный показатель боя. И теперь у нас осталось последнее. Давайте подумаем, чего мы хотим больше. Знаний или удачи? Ну, давайте в случае Дженни сконцентрируемся на знаниях, к примеру. Вот. Вот, 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 вот. Итак, что же еще мы должны сделать? Еще мы должны раздать жетончики здоровья и рассудка. Вот я уже поставил чуток заранее, чтобы не терять времени. Шесть жетончиков, четыре жетончика рассудка для Дженни и четыре жетончика здоровья. Один жетончик тройной. Один тройной равен трем ординарным. Итого у нее шесть рассудка. То же самое и в случае Майкла Макглена. Я дал ему семь единиц здоровья и три единицы рассудка. А теперь давайте расставим ползунки. Итак, ставим, конечно же, скорость на максимум. Далее. Так как у Майкла мало рассудка, невероятно мало, мы всегда будем ставить значение воли для Майкла. Ну, я, по крайней мере, всегда ставлю значение воли для Майкла на максимум. И, учитывая то, что у нас уже есть один сыщик, у нас уже есть один сыщик, который имеет максимальный показатель знаний, мы поставим для Майкла максимальный показатель удачи, чтобы компенсировать это. Я рассказываю об расстановке игры для двух сыщиков. Ну, в игре может участвовать от одного до восьми сыщиков. Например, в игре могут участвовать два игрока, но в ней могут быть по двое сыщиков у каждого игрока. Или у одного игрока могут быть два сыщика, а у другого один. Все зависит от того, как решат сами игроки. После того, как мы расставили ползунки, дали начальное имущество, дали жутончики здоровья, мы должны расставить сыщиков. Во-первых, мы должны поставить фишки сыщиков вот в такие вот подставочки, если они не поставлены заранее. И поставить их на соответствующие стартовые локации. Я не достал жетончик Майкла Маглена, но у меня есть жетончик Дженни Барнс, поэтому я поставлю жетончик Дженни Барнс на ее стартовую позицию. Стартовая позиция указана в графе Home, дом. Дженни Барнс начинает на железнодорожной станции. Давайте найдем железнодорожную станцию. А вот у нас железнодорожная станция. Да, вот она. И мы ставим Дженни сюда. Представим себе, что мы поставили Майкла на его стартовую локацию, чтобы не терять время на поиски его жетончика. И следующим шагом будет создание пула монстров. Мы берем, ставим всех, все жетончики монстров в непрозрачный пакетик, либо в чашку, из которой нам не будет видно, какого монстра мы вытянем. Мы создаем. Если нашим древним не является нерлототеп, мы не добавляем монстры типа масок. Типы монстров, а также про древнего нерлототепа я расскажу в отдельном видео. Переходим к следующему шагу нашей подготовки. Это перемешивание карт колод древнего и жетонов врат. Вот мы берем все жетоны врат, ставим их вот в такую вот башенку, перемешиваем их, потом ставим возле поля игрового и также мы перемешиваем карты мифа, карты мифа и карты контактов в иных мирах. И у нас остался уже последний шаг, это вытягивание карты мифа. Мы вытягиваем карту мифа. Самое главное, чтобы эта карта не оказалась типа слух. Если это карта типа слух, мы ее сбрасываем. Под сбрасыванием подразумевается то, что мы ставим ее на дно колоды карт мифа и вытягиваем другую карту. Не перемешивая колоду, берем следующую. Эта карта типа слух? Нет. Значит, эта карта нам подойдет. Про то, как поступать с картами мифа, будет отдельное видео. А на этом текущее видео заканчивается. Большое спасибо за внимание.